Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Сегодня я вам расскажу еще об одной своей хотелке, которую я насмотрел в магазине в городе Минске на улице Берута, 22, дробь 1, магазин «Семена природное земледелие». Это, ну, казалось бы, обыкновенный опрыскиватель, да, которым, такими пользуются очень многие, и, конечно, они очень функциональны для того, чтобы обрабатывать вне корневого и рассаду, и комнатные растения, и впоследствии огород, будь то в теплице или будь то открытый грунт. Ну, ну ладно, я дядька здоровенный, видите, как медведь бурый тут стою перед вами, а я могу и 12 литров опрыскиватель потянуть на себе, никакой проблемой. Конечно, кому-то посложнее. Вот этот вот опрыскиватель 2 литра, но взял я его не потому, что мне тяжело его тягать, мне это как раз нормально, и большой тягать, да, этот опрыскиватель 2 литра, потому что, когда выращиваешь рассаду, ну, со здоровенным опрыскивателем ходить неудобно. Вот эти пш-пш-пш-пшикалки очень быстро выходят из строя, вот эти пш-пш-пш-пш тоже достаточно быстро выходят из строя. А вот это электрическая зёма, вот это опрыскиватель, который так и называется, зёма. Ну, не знаю, как он читается в оригинале, мне нравится, что он зёма. Вот, электрическая зёма, которая хорошо достаточно устроена. Здесь имеется вот такой фильтрик специальный, который фильтрует жидкости, но это важно, чтобы он не забивался, и заряжается он через вот такой вот портик. Есть недостаток, мне не понравилось, что этот портик открывается резиночкой, и эта резиночка не цепляется, то есть она не прикреплена здесь к корпусу, потому что я точно понимаю, что она у меня быстро испортится, а, ну, потеряется, скорее всего. А вот это вот отверстие, ну, надо просто тогда быть более аккуратным и деликатным, потому что если уже упало и землёй забилось, то, возможно, будет тяжеловато его вычистить. Но просто бывают такие, что они на верёвочке здесь тоже на такой резиночке крепятся. Это где-то недоработка небольшая производителя, инженеров, которые это конструировали. Но в целом он мне очень нравится, никаких премудростей здесь нет. Можно заряжать от компьютера, от зарядного устройства для телефона, от розетки, от автомобильного прикуривателя, от чего угодно. Да, портик универсальный, поэтому зарядить можно откуда угодно. И, ну, что, нажал и пшикай. Ходи пшикай, гудит немножечко. Есть функция залипания, а есть, значит, отлипание, да. Можешь держать, можно держать пальцем, и как только нажал, и сразу оно и отключилось. Всё замечательно. Заряжайте туда биопрепараты, заряжайте туда какие-то внекорневые подкормки. Всё, можно туда средства защиты растений. Всё-всё-всё на свете. Всё замечательно. Значит, на сколько мне его хватило? Ну, вот я три раза одну зарядку сделал полную, и уже три раза по два литра я вылил, и пока он ещё гудит, пока ещё не садится. Ну, в принципе, я рассчитывал, что хотя бы два литра за одну зарядку он должен мне, ну, и подсесть, да, мне больше и не надо. Понятно, я два литра вылил, и всё. Но у него ресурс гораздо больше. Понятно, что аккумулятор со временем будет подсаживаться, но это, естественно, как с телефоном, как с любыми другими аккумуляторными вещами. Но вот новенький, он работает вообще просто замечательно. Соответственно, для тех, кто вот любит всякую такую автоматизацию, вот такие вот вещи, да, какие-то гаджеты садово-огородные, вот эту зёму электрическую, я вполне могу рекомендовать, она мне понравилась. Я о ней давно мечтал. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Ещё одна хотелка в моём арсенале. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!